Поздний вечер Саратов. Вдоль проезжей части выстраивается несколько патрульных автомобилей со спецсигналами. Полицейские выставляют на проезжей части ограничительные конусы, создавая специальный карман. В него направляется часть потока. Временная остановка машин не создает затруднений для общего движения по дороге, но в то же время позволяет полицейским и дружинникам проверить состояние сразу нескольких десятков автолюбителей, попавших в карман. С водителями вежливое и тактичное общение, напоминание о соблюдении правил дорожного движения и пожелание счастливого и безопасного пути. Так бывает чаще всего, но не случайно же операция носит название фильтр. Вот исключение из правил. Водитель этого китайского внедорожника, мягко говоря, не понимает, что происходит. Незадолго до остановки полицейскими его авто совершало крайне опасные маневры с выездом на встречку. Из открытого окна в нос бьет резкий запах алкоголя. Речь бессвязная. Мужчину опять же предельно тактично приглашают пересесть в патрульный автомобиль. Поначалу он вроде бы повинуется, но вдруг в какой-то момент начинает показывать характер. Напоминание полицейских о том, что в отношении дебошира могут быть применены спецсредства, в данном случае наручники, отрезвляют водителя. В салоне мужчина продолжил возмущаться, но стандартную процедуру с алкотестером все же прошел. Вот и итог. Правда, чуть позже водитель с результатом замера не согласился и потребовал полного медосвидетельствования. Инспекторы доставили его в медучреждение, но там злоумышленник отказался сдавать анализы. В отношении водителя был составлен протокол по статье 12.26 кодекса об административных правонарушениях. Его автомашина была помещена на специализированную стоянку, а санкции статьи предусматривают крупный штраф и лишение права управления транспортным средством. Сотрудники госавтоинспекции по городу Саратово совместно с дружинниками в минувшие выходные провели оперативно-профилактическое мероприятие нетрезвый водитель. Целью проведения подобных мероприятий является профилактика нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Всего выявлено 20 водителей транспортных средств, из которых 8 управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 9 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 3 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения, будучи подвергнутыми административному наказанию за аналогичное правонарушение. Денис Желдов, Андрей Багаев, дежурная часть Саратов.